Сегодня мы узнаем легенду о злотороге. Попробуем каштановый мед и отведаем местное рубиновое вино. Область Гореньска или Верхняя Корнеолия это Юлийские Альпы, Ледниковые Озера и Национальный парк Триглав. Южнее вдоль берегов реки Сочи раскинулась горишка Берда, земля виноградников и пчелиных пасек. Триглавское ущелье Талминка самое загадочное. Деревья здесь как одежды покрыты вьюном. Все зеленое из-за почти стопроцентной влажности, а прозрачная река Сочи так сильно изрезала и без того скалистые и скользкие берега, что добраться сюда от входа в парк и впрямь нелегко. Единственная дорога с мостиками, опасными участками и лестницами, у которых все ступеньки разные, потому что сделаны они из необработанного натурального камня. Когда-то в долине Триглав царствовал злоторог, белоснежный олень с золотыми рогами. Он охранял несметные сокровища, хранящиеся в недрах горы Богатин. Но когда люди решили напасть на благородное животное, он ушел далеко в горы, а легендарные сокровища так никто и не нашел. Говорят, поэтому и дорога сюда такая непролазная. Попасть из парка в горишку Брду удобнее всего на автомобиле. Причем часть пути и водитель, и машина преодолевают на поезде. Построить железную дорогу на такой гористой местности было непросто. Самым сложным участком оказался 6-х километровый пунель с колен. На все про все ушло 7 лет. Сегодня здесь не увидишь обычных поездов. Вместо вагонов – площадки для перевозки автомобилей. Это существенно экономит время, ведь автомобильный путь в два раза длиннее. Горишка Брда – родина славянского вина и меда. Ульи здесь креативные. Домик для каждой пчелиной семьи украшен картинками на тему сельской жизни. Кстати, самый популярный славянский сувенир – это деревянная крышечка от Улья. Заглянуть в домик пчелам здесь разрешают без специальной сетки на голове. Говорят, здешние насекомые добрые. Не укусят, если к ним в дом заходишь без дурного умысла. В Словении пчел очень любят. Их даже сравнивают с человеком. Говорят, что у каждой есть душа. Пчеловодством здесь занимаются многие. Это практически безотходное производство. Использовать можно все. В результате мед, прополис, воск. Огромные порции воска, похожие на головки сыра, тоже идут в ход. Их плавят, потом заливают в форму с фитильком внутри. И получается вот такая милая свечка. Пчеловоды – люди искушенные. Из всего многообразия сортов – липовых, майских, горьковатых и сладких-сладких медовых вкусов – рекомендую попробовать каштановый или мед с фруктами и овощами. Вот этот, например, мед с тыквенным соком. Такую смесь пьют, как лечебный настой, два-три раза в день. В поисках новых вкусов горишка Борда – подходящее местечко. Винные туры по Словении стартуют именно отсюда. В этих бочках из дуба, в специальных подвалах, вино доводится до кондиции по старинке. Есть и современные комнаты, в которых поддерживается определенная температура. Охлажденная до плюс 12 градусов и только что из подвала. Легкую и молодую рябулу может попробовать любой желающий. Ну а выдержанные вина терпеливо ждут своей очереди. Они хранятся для особых гостей. Из промышленных подвалов вина переезжают в специально оборудованные погреба, где на них садится благородная пыль, которую специально не вытирают в ожидании очередной дегустации. Здесь несозревшие вина разрешают и понюхать, и попробовать, чтобы ощутить аромат и почувствовать в деталях все стадии приготовления. Достать вино из бочки можно, пользуясь только вот таким шприцем. У молодого вина дубовый привкус, который через пару лет превратится в терпкий аромат. Владельцы виноделин заботятся и о закуске. В погребах готовятся колбаски с салями и свиные окорока. Если после взятия винных проб ноги не спешат домой, можно остановиться на ночлег, например, в Красной Розе. Номера в гостинице, где проводятся дегустации, носят имя цветов. Славянские виноградники расположены на одной географической широте с виноградниками Бургундии и Бордо. А традиции виноделия берут свое начало со времен Римской империи. Так что неудивительно, если после дегустации здешних вин местные легенды покажутся весьма правдоподобными.